В самом центре болгарской столицы, в Софии, мигранты с Ближнего Востока основали такой вот маленький Багдад и держат теперь в страхе местных жителей. Этот район превратился в самое настоящее гетто. Здесь открылось много нелегальных гостиниц. Они принимают беженцев, которые успели пройти турецко-болгарскую границу и ждут теперь возможности двинуться дальше, на запад, хотя бы до Сербии. Таксисты, не прячась от полицейских, сидят прямо около этого маленького Багдада и ждут нелегалов, чтобы их отвезти. Мигрантов так много, что местные даже боятся выходить на улицу. Здесь вечером страшно. Вот и сейчас они начинают собираться. Рядом с моим домом они себе сделали компьютерный клуб и все время он полный. Раньше здесь было спокойно, чисто. Центр города. Сейчас положение очень тяжелое. Полиция пытается справиться, но, видимо, и ей не хватает сил. Несколько лет назад никому не было дела до того, что в этом районе живут и работают люди в основном с Ближнего Востока. Это Сирия, Ливан, Ирак. Это были порядочные мигранты, которые здесь еще с 80-х. Многие обжились, построили бизнес, который сейчас, кажется, рушится на глазах. Мой бизнес очень страдает от нелегалов. Если у меня появится возможность, сразу уйду отсюда. Даже рискуя потерять клиентов, все равно уйду. Вот сегодня у меня выручка 15 евро за весь день. Рядом есть гостиница. Год назад она просто закрылась из-за нашествия мигрантов. Тяжелее всего приходится коренным софийцам, которые живут в этом районе. В основном это пожилые люди, которым вроде как уже и поздно менять прописку. Ну а те, кто помоложе, стремятся, конечно, переехать. Большинство людей, которые живут здесь, хотят продать свои квартиры при этом за копейки. Проблема в том, что в районе очень грязно. Утром, когда открываем магазин, на улице полно грязи, везде разбросаны стаканы, всякий мусор. Эти люди должны быть совсем в других местах, закрытых, а не ходить свободно по городу. Риэлторы считают, что покупателями жилья, выставленного на продажу, станут как раз мигранты новой волны. И это даст им шанс уже прочно обосноваться в маленьком Багдаде.